Радио 54 Вообще существует такая триада Родитель, спортсмен, тренер И каждый выполняет свою задачу Спортсмен говорит, я хочу Бьет себя кулаком в грудь И вот с этим желанием идет вперед Тренер говорит, окей, ты хочешь, я могу Я могу тебе дать ту тактику, которую я имею Причем я работаю только как Чапай со своей картошкой Не надо меня учить, как я могу Потому что очень часто родители начинают Совмешиваться Ну да, давайте больше, лучше, вы не так тренируете И так далее То есть вот это тренеры и границы Это уже нужно понимать, говорить родителям Что вот я так могу, все Нравится, вы остаетесь Не нравится, не надо меня заставлять быть Кем-то другим А родители, они поддерживают и верят В своего ребенка И верят в тандем между тренером и спортсменом И вот эта триада, она работает гармонично Когда каждый выполняет свой глагол Тогда вы не нужны вообще Да И вот И если эти глаголы меняются Получается не триада А, простите, три больших ада Для всех Причем И тут как раз появляетесь вы А потому что Любой конфликтолог вам скажет Что в ситуации, где три И там, где каждый не выполняет свои границы Начинается система Против кого дружим Объединяется два Против одного А у нас было такое Началки с девчонками Вот И бывает там Родитель с тренером А давайте подножнем на вашу Настю Что-то она там распоясывалась И против ребенка Или, например, мама с ребенком Что-то твоя там Лидия Анатольевна не совсем Либо тренер с ребенком Давай твою маму отставим немножко подальше И вот этот вот конфликт И все это, конечно же, разгребает спортсмен В первую очередь Вот И тут вмешивается спортивный психолог Потому что там уже идет не триада А там уже квартет А это уже, скажем так, весы Вот И тогда и уравновешиваем позицию Ну и плюс, конечно, я делаю акцент на спортсмена Когда я говорю со спортсменом За мной стоит тренер Когда я говорю с тренером За мной стоит спортсмен То есть я эдакий проводник Как перевести язык Как лучше донести Ну и плюс моя задача, конечно, это Спортивный дух Спортивные качества Только при таком условии Мотивировать Конечно Ну это Это и не только Вот, например, смотрите Есть такой процесс Спортивный Есть тренировочный этап Есть предсоревновательный этап Есть соревновательный Есть соревновательный На каждом свое То есть мотивация Это по большей степени на тренировках Где есть монотонность Есть выгорание эмоционально Вот там Вот если тебя не замотивируешь То дальше тяжело пойдет Действительно Я встречаюсь с такими спортсменами И череда неудач Определенным образом Сбивает с толку Потому что Спортсмены суеверные И если Один раз проиграл Больше никогда Вот этот Вот этот поясочек Зеленый не наденет Я потеряю Вот я схватил Да, удачу за хвост Да, там пирожи Жар птицы в руках А тут бац И оно у меня Выпало И больше не вернется Здесь нужно поменять Само отношение Неудача Это твоя задача Актуальная А успех Это твое движение вверх Неудача Это не коллапс Это уже не Что-то повторяющееся Да Это то, что тебе дает Попыт Попыт Развитие То есть ты отталкиваешься И идешь дальше Скажи спасибо И должен спортсмен Понять, что это Теперь не будет постоянно Что-то на раз Случилось Не факт, что она Будет теперь бесконечна В первую очередь Вот эта зацикленность Да, или у психологов Ригидность есть Когда ты в яме Нужно понимать Что и яма И вершина горы Это и есть путь Это и есть путь А если у тебя Не будет Скажем так Взлетов и падений То это будет Какая-то такая Прямая вспышка Вот на мой взгляд Страшнее Когда одни победы Одни победы И нет неудачи Нечего оттолкнуться Спортсмен не знает Что такое Встать с колен И идти дальше Вот это вот На ваш взгляд Психолога Весь путь спортсмена Должен Все-таки Хоть раз Но принести Какую-то неудачу А великие спортсмены Именно так И достигали Они все Все проходили Только пройдя Как говорится Огонь, воду и медные трубы Ты понимаешь Что такое спортивный путь И вот кстати Когда спортсмен Завершает карьеру Он запоминает Именно вот эти Когда он Подъем с колен Когда он Преодолевает себя Вот это самое ценное Потому что Я преодолел себя Я преодолел Свой страх Свои сомнения Преодолеть соперника Это уже дело второе Ну а что с обратной стороны Медали Как не потерять голову От успеха в спорте Ну или как говорится Звездная болезнь Да Я могу сказать Что это такой Диагноз социума Звездной болезни Как у спортсменов Как таковой Вот То есть когда наоборот Череда успешных Достижений Когда победа за победой Их это никак не одурманивает Это закономерно Это большая работа Я могу сказать То есть Карелин Александр Александрович Говорил что Я приучал своих соперников К тому что Меня победить невозможно Я приучал А если мы говорим Слово приучал Значит он в первую очередь Себя приучал Определенно мыслить Определенно выходить На борьбу С каким-то алгоритмом действий Соответственно Это уже никак Не какая-то такая Бесшабашная Звездная болезнь Это путь Звездная болезнь бывает У тех кто случайно побеждает Правильно? Ну Это не случайно А вот такой знаете Спортсмены вспышки Они есть Вот которые один раз вышли Легко Даже не легко Легко никому не дается А вышли вот Скажем так Все сложилось Именно быстро Быстро То есть все-таки Мне кажется Когда ребенок И побеждает И проигрывает На самом деле Он преодолевает себя И он выстраивает Свою стратегию И это Это надежнее Вот с точки зрения Есть такой показатель Надежности спортсмена Вот для этого Вот это и есть надежность Когда он преодолевает И неудачи И от успеха Головы не кружит Твой дом Твоя область Новосибирск 106,2 FM